По интернету мне задали вопрос, чтобы показать, как Надежда Васильевна готовит пироги. А я не сказали, какие, но я полагаю, с рыбой. Вот она домой заходит. Там у нее здесь дома. Вот угол. Весь в надписях. Здесь же детский дом. И света нет. Давай, показывай. По частям. Я не буду все время тут стоять. Что хотела тут? Пироги с рыбой. Обыкновенно завожу тесто. На литр воды. Здесь положила дрожжи. Грамм все говори. Дрожжи, половина пачки свежих. Развела. Литр воды. Теплый, чтобы была кипяченая, теплая вода. Сюда же добавляю дальше столовую ложку соли. Столовую. На литр воды столовая ложка соли. Растительное масло. Меньше, чем полстаканчика. Полстакана для пышноты теста. И несколько ложек сахара обязательно. Для дрожжей, для пышноты теста. Раз. Два. Три. Пять ложек. Можно шесть-семь к так. Размешиваем. Тщательно. Теперь муки. Тесто заводить не очень густое, чтобы оно было мягкое. Как удобнее. Ну, хозяюшки знают обычно. Может, у кого-то их лучше даже получается. Ну, ладно. Мука. Просеянная. Я обычно на глаз делаю так, не подсчитываю, сколько там стаканов или что. Тщательно размешиваем. Еще немного добавляем муки. Вот этого достаточно, чтобы не очень круто, не очень густое было. И теперь оставляем его до... Как поднимется. Где-то... Ну, обычно часа два. Сейчас надо его поднимать. Закрываем. Ну, как обычно, в теплом месте. Ну, сейчас лето, так что тепло. Вот все. Тесто поставили. Когда оно поднимется, будет готовым. Раза два-три должно подняться. Через сколько времени начнешь продолжать? Ну, через часа, через три. За это время готовим рис. Я делаю с рисом обычно. Рис такая готовная, что совсем переваривать его нельзя. Не надо смыть его. Потом готовим рыбу. И пока тесто готовится, поднимается, мы за это время готовим рыбу, рис, ну и, конечно, лук. Все хозяйки знают, что как без лука обычно не обойтись. Готовим лук. Потом с рисом перемешиваю его. Раскатываем не очень тонко. Обыкновенно так. Сейчас пока ничего больше не будешь делать? Нет. Сейчас только вот рис приготовлю и рыбу готовить надо. Когда начнешь рыбу готовить и рис? Ну, часа через полтора я начну готовить. Мне нужно время, через сколько прийти? Ну, пока приготовится рыба и рис приготовлю, например, часа два. Через два часа я приду. Да. Вот сейчас тут Владимир еще не готова. Это карп, наверное, да? Наверное. Не знаю, да. Завтра, послезавтра приезжает дебунов, рыбу привозит разную. Вот на следующий год, если запустят рыбу, будет рыба. Да не отрезай ее, она там потом легко выпадет сама. Не, а нет. Ой, что-то дала ему, он схватил. Рыжий. Им не хватает этого мясного, рыбного. Все. Вдоль я не буду лезать. Больно жестким. Я рыбу всегда немного припускаю. Сырую никогда не кладу ее в пирог. Так, когда будете продолжать зайти к вам? Через сколько? Как тесто поднимется, два-два с половиной часа. Понятно, непонятно. Ты на меня сообщишь. В общем так, тесто готово. И все. Рыба готова. Пропустила. И рис. Рис не нужно совсем разваривать. А потом промыть холодной водой его обязательно. И пропустила лук. И все перемешала с рисом. Добавила немного масла растительного. Теперь мы раскатали. Сочи. У меня листиков нет. Только вот такая сковородка. Первый слой накладываем внизу. Так. Тонким слоем. Рис с луком. И с маслом. Если кто любит с лавровым листом, то лавровый лист еще кладется сюда. Вниз. Рыбы. Может быть, кто-то любит ли чеснока. Бывает, что чеснок любят. Можно чуть-чуть чеснока добавить. Так, положили лист. Теперь мы рыбу. Я вытащила все крупные кости. Вот они. Крупнущие. Я их все вытащила. Освободила. А то, что в рыбе, потому что это речная, видимо, рыба карась. Карп. Карп. Речная рыба. Костистая. И внутри, в самой рыбе, в самом мясе, это очень мелкие-мелкие кости. Это я не смогла вытащить. Пусть они сами вытащили, кто будет есть. Аккуратно будете есть. Закладку делаю. Вот даже видно, вот он, косточка. Ну ладно. Их очень много. А от крупных я освободила. Здесь же икра рыбная. Я все вместе перемешала. Вот так. Это я хочу себе маленький первым сделать еще. Теперь снова сверху закладываем также рис с луком. Потому что рыба сухая очень. Она не очень жирная. А рис, он как бы немного увлажняет. Поэтому и лук, и рис, они придают некоторый вкус. Ну, каждая хозяйка по-своему делает. Некоторые с картошкой делает, с капустой. Ну, кому как нравится. Я всегда с рисом делаю. Мой хозяин привык с рисом. С лавровым листом он не любит. Поэтому я не кладу лавровый лист. Натажили. И запечатываем. Сверху еще так вот. Тут сразу отличается домашняя от магазинского. Начинка толще, чем само тесто. Конечно, это естественно. Ну, и теперь первый тоже мы подогнуть немножечко надо туда вниз. Верхний лист. Так, сочим. Потому что, чтобы не выбежал сок. Если он появится. И вот так распрямляем. Выстегаем. Все. Готово. Теперь только еще он поднимется раз. И в духовку. Духовка у меня печная такая. Это не в городе. Вот сейчас он поднимется минут сорок пять. И потом на сорок пять минут я его ставлю в духовку раскаленная. То есть по времени сколько ему сейчас стоять надо, чтобы подняться? Ну, минут тридцать должно постоять еще. Поднимется и в духовку. На сорок пять минут. А там будете кушать. Как понравится. Да это уже поздно будет, наверное. Время-то уже восемь часов. Тогда к завтраку только будет готов. Не знаю. Он не согласится столько времени ждать. Да? Ну, ладно. Слава Богу за все. Еще на пирог тесто осталось. Так что, ну... Рыбу привезу. Во вторник еще сделаем пирог. И чтобы здорово. Я вытаскиваю. Ну, потому что мне рука болит. Держите туда. Поддержите. И снимайте то, что видите. Там, где зашел. Ну, вот. Вот он готов. Нет. Туда стоит. Туда листики там поставила. Скорее, это... На листик поставь. А я сейчас... Давайте мне. Или что, или вам помогать надо сейчас? Зато прожарился. Зато прожарился. Да, не следил. Вот так вот. Опа. Здесь подгорел. Ну, вообще-то, смотри какой. Розы муки здесь хорошо. Перевернуть не могу. Ладно, переверни и все. И на этом все. Можешь забирать. Да. Плохо, что подно. Все, поели бы горячего. Ну, и поедите. Что там, кусок? По кусочку. Я уже наелся. Чтобы, как вкус определить, какой. Да, завтра уже. Спасибо, Христос вас. Неси теперь. Ну, маленечко соскобить я это, да? Вот видишь, как. А я подложила в печку-то и пошла. Она там разгорелась и все. Масло-то, говоришь, не смазывать. Обычно смазывают маслом. И оно хорошо отходит. Чтобы не зашло. О, Надежда Васильевна идет. Наверное, несет пироги. Проверить надо. Вообще рано там текла. Точно. Пироги. Ну, тут все уже дымится. Володя, приготовил. Иду. Встречать надо. Ну, дождались. С миром. Воскресенье начала готовить. Это уже не хотела, Надежда Васильевна. Но я побудил ее к этому. Ставь. Давай с нами за завтрак вместе. Подготовили мы. Садись. Интересно, как кошка скашет. Лапы пола не касаются совсем. Такого я не видал еще. Ну, давай. Покажи еще у нас тут есть. Сейчас. Досту. Вот он первый. Тут маленькая. Проводила сегодняшняя лепешка. Во всем питаетесь. Вот понедельник. Первое июля. Ты там ее прямо держи. Не надо вот так, а то развалится. Ну, нет. Разрезаю. По краям обрежь вокруг. Крышку-то. Что обрезать? Зачем? Ну, да. Ну, вскрыть надо как. А зачем? А ты вскрой пока. Посмотри там рыбу как резать. Так за ним. А то, чтобы кости-то не расползлись. Кости-то я скажу, выбросил. Ого. Слушай, говорит, там мелкие есть какие-то. Вот отдельно корочку поделишь. Вот она какая рыба. Рыба. Я думал, она рыба будет целиком лежать. Нет? Да я же кости большие выбросила. Зачем они? Вот такучие кости громаднейшие. Это же карп. Ну, ладно, подавай то, что есть. Там мелкие только остались. Лепешки Надежда Васильевна тоже дать. Ну, давай тогда это как. Надо было разрезать. Ей отложи, а то нам переположи. Надо было разрезать его. А? Надо было разрезать его. Ну, режь тогда. Чего его так режь? Режь. Я не знал, что я думал, рыба, чтобы кости отдельно не попали в тесто. А раз у вас уже выбрали кости, ну и режь. Закрой, закрой, закрой теперь. Вот и все. Теперь режь так. Надо было на досточке. Еще вопрос, как решается, как резать. Еще попробую. Во! Еще вот решать. Резать не снимаю. Не, не, не. Вот такое дело. Все, садимся, угощайтесь. Пеките себе пироги. Валерия Васильевна, отменная пирожница. Всегда у нас, когда гости были, были пироги. Но это уже лет 40 назад. И все люди вспоминают. Стали кто-то священниками, приезжают. Я говорю, а вы нас всегда провожали до остановки. Выходили. Но до остановки, это, примерно, своя одна по улице, где живем. По второй строительной сейчас остановку пройти. И до остановки трамвайной приезжал. Василий Толстенко вспоминал. Все, садимся. Продолжение следует.